В марте 1985 года в СССР сменилась власть. Прежний правитель, полудохлый старец Константин Устинович Черненко по кличке Кучер, отошел в мир иной и вместо него пришел Михаил Горбачев. Никаких выборов, референдумов не было. Народ никто не спрашивал, кучка таких же старцев собралась где-то в политбюро и поставила Мишу на царство. Жизнь еще какое-то время шла по инерции. Советские пролетарии еще ходили на шествия славить вождей, в перерывах стоя в бесконечных очередях за водкой. Ельцин еще был правоверным коммунистом. В апреле 1985 его только перевели в Москву. Курсант разведшколы в Мытищах Институт имени Андропова Владимир Владимирович Кутин заканчивал годичный курс подготовки перед отправкой в Дрезден. В школе он взял псевдоним Платов. Выпуск состоялся в июле 1985 года. Мечта всей его карьеры была близка. В 32 года уже майором его наконец взяли в разведку. Путинский друг авторитет Трабер еще разбавлял пиво в баре Жигули в Питере. И вряд ли он думал, что когда-нибудь он и курсант Платов будут пилить порты, нефтебазы и судоверфи вместе с Тамбовской братвой. Да и братвы тогда еще не было. Уроженец Тамбовской области Владимир Кумарин, кум, был вышибалой в барах Ленинграда и в 1985-м только сел по первой ходке. Дерипаска в 1985-м закончил общеобразовательную школу. Его будущий покровитель авторитет Миша Черной, который в 90-х возьмет его в Измайловскую ОПГ и в большой бизнес, тогда еще был просто цеховиком в Ташкенте, клепал пляжные тапочки. Сойдутся они в 90-х, уже в Москве, где Миша Черной, он же и Миша Крыша, обратит внимание на перспективного молодого паренька. Он был мне как сын, вы должны понять. Мой сын, мой мальчик. Миша Черной про Дерипаску в 90-е. Из интервью газете Гаарец. 24 ноября 2011-го. Алик Тайванчик, еще один будущий лидер Измайловского ОПГ, в 1985-м скромно сел за тунеядство. Была такая смешная статья в УК в то время. Хотя тунеядцем Алик, конечно, не был. Работал не покладая рук. Карточным шулером в поездах и бандитских катранах. Оставалось еще довольно много времени, прежде чем вагонный катала Алик, станет посредником между верхушкой оргпреступности и окружением Ельцина, попадет в розыск Интерпола с 2003-го, станет членом Союза писателей России и вообще уважаемым человеком. Алишер Усманов в 1985-м тоже мотал срок на зоне, только по более тяжким статьям. О лондонских особняках на нарах ему не мечталось. Главное было не проснуться утром с шилом в глазу, скажет он потом. Усманов был сыном прокурора Ташкента, о чем знала вся зона. Будущий московский друг Усманова Андрюха Скотч в это время служил в срочную в Подмосковье. Оставалось еще пять лет до того, как Скотч, по кличке Скотч, приведет Усманова в Солнцевскую ОПГ, где ему дадут кличку Узбек и сделают из него человека. Вчерашний ПТУшник из Подольска Борис Иванюженков в 1985-м служил в армии в Спортроте. Кто б знал тогда, что это будущий криминальный авторитет по кличке Ротан. Это рыба такая, а не то, что вы подумали. Что в скорости Ротан станет одним из основателей Подольского ПГ, участником кровавых побоищ, убийств с расчлененкой, а потом будет первым путинским министром спорта и вообще первым в истории России министром криминальным авторитетом. Путинский решальщик Константин Голощапов, известный как Костя санитар или Костя Мощевос, он главный меценат-афонец нашего времени, в 1985-м еще просто форцевал иконами в Питере. Краденые, либо купленные у бабушек за копейки иконы хорошо шли у иностранцев. На досуге меценат ходил в клуб дзюдо Кротенбергу поддерживать форму, потом откинулся кум и стал сколачивать свою банду будущих меценатов. Так Костя примкнул к Тамбовским. И кто мог подумать, что через 20 лет этот браток Тамбовец станет у Путина теневым кадровиком Кремля, торговцем должностями на высшем уровне и даже экуменическое общение РПЦ с Ватиканом не сможет протекать без кости мощевоза. В общем, в 1985-м все были на своих местах. Уголовники сидели по зонам, жулики бодяжили пиво, сбывали иконы и шлепанцы, чекисты и коммунисты протирали штаны в кабинетах и ничто не предвещало эпохальных изменений. Но тем не менее, они произошли. С приходом Горбачева вектор движения СССР стал потихоньку поворачивать в новом, совершенно неожиданном направлении – в сторону свободы. Ослабление цензуры, гласность, снятие запрета на частный бизнес с 1987-го, снятие запретов на выезд за границу, освобождение политзаключенных. Народ стал выходить на улицу, что-то отстаивать коллективным образом, немыслимые ранее в СССР вещи. Кончилось это проведением первых и последних честных выборов президента в новейшей истории России, летом 1991-го. Победил на них Ельцин, который был в жесткой оппозиции к Горбачеву. Придя к власти, сам Ельцин такие выборы ни разу больше провести не рискнул. А уж его преемник тем более. Многие задают вопрос, а почему новый русский капитализм, которому вот уже почти 30 лет, со времен краха СССР, получился именно таким? Мафиозным, сплошь трабер-ротаны, мощевозы с дерипасками, а структурно сырьевая колония, к тому же нищая. Средняя зарплата в РФ сегодня ниже Китая и даже Румынии. Теорий много, но как минимум одна из причин лежит на поверхности. В стране 29 лет несменяемая власть. Один был с 1991-го, развел мафию и коррупцию, не понес ответственности. Второй такой же, преемник. Ну так и чего удивляться. Субтитры создавал DimaTorzok